Музыка Музыка Очередная забастовка в Лондоне, страйк. Вот эти страйки постоянно происходят. Расскажу вам почему. И снова всем привет, друзья! Сегодня мы с вами и поплаваем, и поездим. Хочется сказать, и полетаем сегодня. Но, к сожалению, нет. Сегодня мы не полетаем. Полетаем, наверное, скорее всего, в другой раз. А сегодня, друзья, я хочу вам рассказать снова, конечно же, об Англии. И сегодня я хочу вам рассказать об английском транспорте. Ну и хорошее и плохое, конечно же, здесь будет. Будет всё. Итак, друзья, усаживайтесь поудобнее и поехали! Реально поехали, друзья! Я сегодня не только расскажу вам об общественном транспорте. Английские автобусы, английские поезда, английское метро, такси, ну и также, конечно же, ферри, перевозки, переезды. И я вам расскажу, какие здесь цены, как это всё работает. Ну и первым делом я хочу рассказать об английских автобусах. Они есть междугородние автобусы. Вот я вам показываю. Этот автобус отправляется из Портсмасса в Лондон. Вот такой красивый двухэтажный. Есть обычные городские автобусы, которые в каждом городе разного цвета. Вы тоже, наверное, знаете, вот на нашем острове все эти автобусы зелёного цвета. Ну, наверное, потому что зелени много. Вот они, я показываю вам. Красивые, новые, чудесные зелёные автобусы. В Лондоне, конечно же, красные. Ну и ещё хорошо то, что вот эти вот городские автобусы, они ходят точно по расписанию. И вот на каждой остановке по всему маршруту следования этого автобуса вот такие вот висят расписания, очень чёткие. И надо сказать, что автобусы очень строго придерживаются и приходят ровно в назначенное время, которое здесь указано на каждой остановке. Редко-редко бывает, но это если что-то уж такое случилось из ряда вон выходящее, что автобус выбился из графика. Насколько я знаю, я вот пользуюсь автобусами. Ну и вот, кстати, это я показываю вам со второго этажа автобуса съёмку, которую, кстати, очень любят мои зрители. Просят меня вот эти покатушки почаще устраивать. Ну и, кстати, кто ещё не видел и кому действительно тоже интересно посмотреть Англию с высоты второго этажа автобуса, обозревается она прекрасно, очень красиво на самом деле, посмотрите. Ну вот, если кто-то хочет посмотреть, то у меня есть такой плейлист на канале, называется «Покатушки». И там много видео у меня, где я по разным городам езжу и показываю вам виды города из автобусов. Все автобусы, как вы можете увидеть, новые, все они чистенькие, мягкие сиденья, кнопки с остановками стоп, вы знаете, да? Ну и также вот эти вот пандусы для колясочников, для инвалидов. То есть оснащены всем эти автобусы просто, они чудесные и замечательные. Ну и знаете, вот единственное, что меня волнует, вы же понимаете, что наш остров – это как если бы провинция где-то в России. Вот так. Это никакой не центральный район, это просто провинция Англии. Здесь маленькие города и население на острове, может быть, те, кто ещё не в курсе, всего лишь 140 тысяч человек. А в центральном городе, Ньюпорт, the capital of the Isle of Wight, всего 25 тысяч человек проживает. Поэтому это считается провинцией, друзья. И вот иногда, сейчас покажу вам, как это всё происходит на острове. Опять мы ждём велосипедиста, тащимся за ним, как обычно. Узкие дороги, нет возможности обогнать. Вот и будем тащиться теперь. Ну вот, хоть покажу вам красоту вокруг, да? Зелёная Англия в любое время года. Все остановки в автобусе объявляются. Вот он сказал, что церковь Святого Петра выходит кому нужно. Едем дальше. Остановки только по требованию и в назначенных местах, конечно же, как вы понимаете. Ну и знаете, ещё вот эти вот двухэтажные автобусы огромные для нашего такого маленького острова, они ходят полупустыми, друзья. И это понятно. В основном, конечно же, ездят пенсионеры на этих автобусах. У пенсионеров, кстати, бесплатный проезд. Люди старше 66 лет уже пользуются льготами, бесплатным проездом. Льготы также есть у студентов и у школьников. А остальные должны заплатить за поездку полную стоимость. Полная стоимость составляет 2 фунта 50 пенсов. Независимо от того, едете вы одну остановку или весь маршрут. Что касается рейсовых автобусов, я вот пользуюсь рейсовыми автобусами, когда куда-то еду в путешествие, то обязательно до аэропорта я еду на автобусе. Автобус чаще всего использую National Express. Вот, кстати, я вам показываю тоже вид из окна. По Лондону я еду в автобусе National Express. Сейчас, кстати, покажу вам в центре Лондона автобусная станция Виктория. И давайте мы с вами полюбуемся документальной съемкой. Думаю, вам будет интересно. Так, потихоньку-потихоньку, и уже вроде людей стало побольше, пока я ждала свой автобус. Можете посмотреть, как здесь одеты люди. В Лондоне, о котором мы так много слышали. И представляем, что здесь жизнь прямо такая замечательная, бьет ключом. Да ничего подобного. По-моему, одеты все, так знаете, средненько, очень посредственно. Ну, может быть, потому что все-таки это автобусная станция, и в основном здесь приезжие, я не знаю. Да и по улицам тоже так же ходят люди, странно одетые. И еще, что удивило, уже здесь увидела несколько бездомных, как у нас они называются, бомжи, да, спят прямо на асфальте, какую-то подстелили там малюсенькую тоненькую тряпку или одеяло, и спят на тротуаре на асфальте. Тоже очень странно. Холодно сегодня, 8 градусов тепла. Поясняю, что это апрель месяц 2024 года, очередная моя поездка. А путешествую я часто, и так как я на острове живу, то у меня еще есть такой вид транспорта, как ферри. Ферри – это паром через пролив Соланд. Вот это я показываю вам пассажирский ферри, который идет через пролив. 20 минут. Вот сейчас будем мы швартоваться как раз в Портсмассе. Посмотрите, видно вам там вдалеке очень красивые стоят старинные корабли на причале. Это огромный знаменитый английский морской музей, в котором вы можете посмотреть не только авианосцы и лайнеры британские, но также и старинные деревянные корабли, как Виктория, самый старый из сохранившихся кораблей. Я нашла вам фотографии вот этой как раз Виктории. И это место, на котором был смертельно ранен адмирал Нельсон. Возвращаюсь на пассажирский паром ферри и хочу сказать, что стоимость проезда вам обойдется в 16 фунтов в одну сторону. А вот судно на воздушной подушке Куверкрафт стоит еще дороже. Оно стоит 23 фунта в одну сторону. Но зато вас домчат с комфортом очень быстро, за 10 минут. Это я вам рассказываю о пассажирском пароме переправе. А вот если вы хотите на автомобиле переправиться, то это будет стоить вообще очень дорого. Порядка 70 фунтов за один автомобиль в одну сторону. Этот большой двухэтажный автомобильный паром идет больше часа через пролив. Но, вы знаете, он мне нравится гораздо больше, потому что там можно расположиться прекрасно, найти себе место за столиком, бесплатно подключиться к интернету. И здесь к услугам пассажиров еще и кафе, где вы можете перекусить и выпить вкусный кофе. Ну и теперь, пожалуй, самое интересное. Об английских железных дорогах, об английских поездах. Поезда курсируют по всей Великобритании. Есть скоростные поезда, есть обычные. Все вагоны новые, мягкие, комфортабельные сиденья, откидывающиеся столики. Бывают такие карманы, где стоят четыре кресла и столик между ними, знаете, да? Автоматические двери. Все чистенько, все пристойненько. Казалось бы, пользуюсь, а не хочу. Вот для меня, например, из Портсмаса до Лондона 70 миль расстояние. Самое быстрое, на чем можно домчаться, это как раз вот скоростной поезд. Можно доехать за час двадцать, можно за час сорок. Обычным поездом почти два часа. Радует еще и то, что здесь никогда не ловят зайцев. Вот, к примеру, если вы не успели купить билет на станции, то вы без билета заходите в поезд, и ходит контролер, обязательно проверяет билеты. Если вдруг окажется, что вы билет не успели купить, то вас не штрафуют. Вам просто этот кондуктор выписывает билет и берет с вас деньги прямо сразу на месте. Также поезд удобен тем людям, кто, вот как и я, например, использует Гатвик аэропорт, и есть такая ветка специальная, поезда заезжают прямо на территорию аэропорта. То есть вы Гатвик аэропорт заказываете, доезжаете и выходите прямо в одном из терминалов аэропорта. Очень удобно. Все, казалось бы, замечательно. Но есть одно но и очень-очень большая проблема. Странным образом почему-то именно вот работники железной дороги постоянно устраивают забастовки. Они бастуют буквально чуть ли не месяц через месяц. И вы знаете, при том, что вот сейчас, в последнее время хотя бы стали объявлять, что будет забастовка, поэтому, пожалуйста, не покупайте заранее билеты на поезда такого-такого-такого направления. А вот раньше вообще без всяких объявлений работники железной дороги начинали бастовать. Потом, как оказалось, это очень дело такое заманчивое. Наверное, что они добивались чего-то своими забастовками, потому что потом уже стали бастовать и водители автобусов, и, кстати, еще медицинские работники, и много кто еще. Бастуют здесь, в Англии, постоянно. Эти стрейки уже стали притча во языцах. Вот совсем недавно у меня такое тоже случилось, что мой поезд отменили, и мне пришлось бежать, искать, где и как, еще скорее, скорее. Там на этот поезд я успела, вскочила. Оказалось, что мне нужно еще с пересадкой, то есть еще на один поезд, и я в результате Е-2,2 успела на свой самолет. Хотя хочу уточнить, друзья, вот этот митинг, который я показываю, это в самом центре Лондона проходит. Совсем недавно, на прошлой неделе, вот так вот бастовали англичане. Называется этот митинг United Country Rally. Митинг «Объединим страну». И говорят, что там было очень много людей, порядка 200 тысяч человек. Ну вот, я вам и показываю, возможно, интересно. Но это не стрейк, это ралли-митинг. Стрейк – это забастовка. А вот как раз как забастуют эти работники железной дороги и водители автобусов, я не знаю, по крайней мере, я никогда их на улицах не видела. Похоже, что они бастуют, просто сидя дома на диване. Они не выходят на работу. И получается, что они делают хуже только лишь обычным гражданам, пассажирам, таким же простым людям, как они сами. Хочу объяснить еще, что если вдруг в результате вот этой вот непредвиденной забастовки, форс-мажор так называемый, вы опоздали на самолет, и у вас вообще сломалось полностью ваше путешествие, вы куда-то планировали ехать, лететь очень далеко, у вас все это поломалось, нарушилось, и отель вы где-то забронировали. То есть вы огромные деньги потеряли, никто вам этого возмещать не будет. Так называемый форс-мажор, непредвиденный, да, вот эта забастовка, и все. Все умывают руки. То есть добиться, чтобы вам как-то компенсировали вот понесенные убытки, и еще и стрессы эти все. То есть тут получается, еще и моральный вред вам был нанесен, да, если вы, допустим, семьей куда-то с детьми решили поехать, и вот такая вот оказия случилась, то вам говорят, обращайтесь в суд, да, как вот тут тоже мне многие мои зрители рекомендуют подавать в суд на моего лендлорда. Да вы знаете, во-первых, как говорится, уморишься пыль глотать, по судам бегать, а во-вторых, здесь настолько дорогие все эти судебные издержки, что просто смысла нет, а потом не только, что они дорогие, они еще и очень долго. Пятилетиями вы будете судиться, и не факт, что что-то выиграете, а вот то, что вы потратите огромные деньги, то, что вы истратите свои нервы, время, это уж точно гарантировано. Ну, а работники железных дорог, скажу я вам, они, по-моему, добились своего, этими забастовками, потому что цены на проезд в поездах поднялись очень высоко, и сейчас, пожалуй, вот поезд, он является самым дорогим видом транспорта в Англии. Ну, и потом, знаете, что еще интересно, что в Англии ведь нет таких вот вагонов со спальными местами, здесь только все сидячие места, а почему? Потому что страна не такая уж и большая, она, по-моему, всего лишь навсего 900 миль, если я не путаю, брать с юга на север, 900, порядка 1000 миль, всего лишь навсего, а это не так и далеко. Ну, вот здесь я засомневалась, поправьте меня, друзья, те, кто живет в Англии, может быть, я не права, может быть, есть вагоны со спальными местами, по крайней мере, я вот не видела никогда, ни разу. Кстати, еще хочу, друзья, уточнить, вот этот поезд, который я вам показала, очень красивый новый вагон, но это не такой поезд, который курсирует Лондон-Портсмасс или Лондон-Саусхэмптон, ну, или там между городами, это как раз поезд из метро, по-моему, опять же, пожалуйста, посмотрите, те, кто часто использует лондонское метро, действительно ли это вагон, из лондонского метро, нам его на остров Вайт совсем недавно прислали, это поезд, который, вот я сейчас еду по острову Вайт, здесь у нас курсируют вот такие вот два вагончика, новых, красивых, по-моему, все-таки они заимствованы у метростроевцев, вагончики бегут очень резво и быстро, и я решила прокатиться как-то, обычно автобус использую, бесплатный проезд у меня, да, а здесь я решила прокатиться вот в этом вот новом поезде, и вы представляете, что меня поразило, 4 фунта я заплатила, вот такой тоже билет разовый, хоть одну станцию вы проезжаете, хоть 4, но, тем не менее, вот прокатилась с ветерком в новом вагончике за 4 фунта, хотя раньше стоил этот проезд 1 фунт, у меня, знаете, отпала челюсть, когда мне кондуктор сказал, что 4 фунта стоит проезд, но я подумала, как хорошо, наверное, поднялась зарплата у работников железной дороги. Ну и что касается лондонского метро, друзья мои, что я могу сказать? Я только могу сказать со слов тех людей, которые там живут, что очень дорого им обходится тоже, порядка 15 фунтов в день проезд на лондонском метро, я по этому поводу сказать ничего не могу, хотя люди жалуются, что там у них грязно, что там очень плохие вагоны, что там вообще стараются люди не ездить, если есть такая возможность, ну а те, кто ездит, очень-очень расстраиваются и жалуются, что все так дорого и плохо. А я, когда бываю в Лондоне, стараюсь только находиться на поверхности, да и то, вы знаете, я бываю чаще всего проездом, и там, чтобы что-то посмотреть в Лондоне, это нужно останавливаться в отеле на несколько дней, на своей машине ехать очень накладно, да и потом, там, наверное, и парковки не найдешь. Вот поэтому о лондонском метро я знаю только понаслышке. То же самое о лондонских такси, говорят, что цены невозможно высокие и нужно иметь очень хороший заработок, чтобы это все использовать. Да и вообще, огромный город Лондон, как любой мегаполюс, он очень дорогой. Вот так и получается, что те, кто живут в Лондоне, мечтают переехать в маленький уютный городок, где все под рукой и все намного дешевле и комфортнее, а те, кто живет в маленьком уютном городке, мечтают переехать в мегаполюс, где все доступно, где медицина доступна, где можно пойти в театр, в оперу, в музей. Главное, чтобы у вас была достойная зарплата и чтобы вам на все эти удовольствия хватило денег. Ну вот как-то так, друзья. Я постаралась рассказать вам то, что знала и то, в чем пользуюсь сама, транспорт в Англии. Возможно, чего-то я упустила, возможно, о чем-то не сказала. Поэтому, если желаете что-то добавить или дополнить, или что-то, может быть, вспомните из своего опыта, пишите, пожалуйста, в ваших комментариях. А также, друзья, не забудьте поставить лайк, не забудьте поделиться этим видео с вашими друзьями. А я на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, друзья. Берегите себя в это трудное время. Всем удачи, всем пока-пока. Да, ну и еще, друзья, что я хочу сказать. Напоследок, я спросила у своих зрителей, хотите ли вы увидеть, как я накладываю макияж на лицо, как я делаю свой мейкап, какой косметикой, что зачем следует, на какую базу, на какую основу. Ну вот, и у меня не сказать, что много желающих это посмотреть видео, но есть желающие, скажем так, и люди ждут. Я обычно говорю, что я всегда исполняю свои обещания. Но вот вы знаете, к сожалению, здесь, наверное, все-таки не получится, потому что делать мейкап вот так, это будет вам не очень видно. Если делать еще ближе, поставить камеру вот так, ну вот у меня сейчас, вы видите, да, макияж. Но, опять же, мне, как мне краситься, мне надо смотреть в зеркало. Ну, в общем, как-то я не определилась, не определилась, как я буду делать вам это видео. Поэтому, друзья, пока, наверное, вряд ли. Ну, а так... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok